Осень 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 Подряд Динльаз hi Украинский рецепт, товарищ Кальпенко, подарит львовицам дальших успехов в борьбе за достроковое выполнение Семерички. Первый шеломец паражей воды металлургам Приднепровья. Еще в 1957 году была подписана Декларация о дружбе и сотрудничестве между СССР и Китаем. Вот с той поры и началась великая, хотя и недолгая, дружба советского и китайского народа. 1 октября 1959 года Кривбас широко отметил десятилетие образования Китайской Народной Республики. В отличие от других подобных празднований, китайская тема для криворожан была по-настоящему знакомой и близкой. С конца 50-х город заполонили гости из Поднебесной, осваивали передовые технологии на металлургическом комбинате и косохиме, работали в шахтах и карьерах, стажировались в научно-исследовательских институтах. Люди эти сразу как-то вошли в нашу жизнь и очень понравились. Они не понравились, они не понравились только начальству, которое, так сказать, должно было, по идее, пропагандировать эту дружбу. Они показали себя трудолюбивыми, честными, очень такими способными к вхождению именно в семью. То есть, если они жили иногда на квартирах, они работали по дому вместе с хозяйкой или с хозяином, они нянчили иногда там детей, значит. То есть, они были свои, без всяких указаний сверху. Ну, а коль китайцы были в Кривом Роге вполне своими ребятами, то и праздник их воспринимался совсем неформально. К предстоящему юбилею местные авторы написали стихотворение. Городской театр подготовил премьеру по пьесе китайского автора Цао Юя «Тайфун». В школах и институтах провели вечера интернациональной дружбы. Библиотеки развернули выставки книг соответствующей тематики. В общем, широко отмечали. Не осталась в стороне и городская газета. Юбилею была посвящена целая страница червоного герныка. К этому выпуску готовились загодя. Набрались смелости и написали в Пекин. Председателю общества китайско-советской дружбы госпоже Сун Цин Лин. Ну, честно говоря, надежд особых не питали. Но, как ни странно, ответ пришел. Вот такое диковинное приветственное послание, где русские слова были набраны латинским шрифтом. Эта телеграмма стала гордостью выпуска. Ну, а чтобы выглядеть совсем уж по-взрослому, городская газета решила праздничный заголовок дать на двух языках – украинском и китайском. Переводчик любезно написал нужный текст и иероглифами, художник добросовестно их перерисовал, цинкографы перевели в металл. Дело осталось за типографией. К утру газета выходила к читателям. В два часа ночи приблизительно меня ужасная мысль подняла с постели, мысль о том, что метранпаж может установить этот металл, эту шапку, не так, как следует. Он может задом наперед ее поставить, и иероглифы все, значит, верх ногами. Это для города, где в такой уже большой плотности было население из Китая, это было что-то поводом для международного скандала или осмеяния Чирона Вернака, который взялся за дело, не умея это дело проводить. И поэтому я начала горячечно одеваться и мужа будить, чтобы побежать нам в типографию. А он настроен был очень спокойно, и говорит, так, какой там международный скандал, спи. Я же не могла приоритет Червоного Вернака и Кривого Рога вообще так оставить, так сказать, на потребу судьбе, что будет, то будет. И я мчалась по этому совершенно пустому, ярко свеченному проспекту, подгоняя мою мыслью еще о том, что недавно, буквально там за неделю до этих событий, утром парка, маньяк убил женщину, надругался над ней, и этот маньяк до сих пор не был пойман. И кто ж его знает, вдруг он как раз здесь променад совершает по главной улице города. Ну, я добежала до типографии, открыл дверь, и только тогда меня осенило, что, боже мой, как я не подумала, что и под русским, и под украинским текстом, и под китайским текстом после этого текста стоят жирные восклицательные знаки. И даже если бы очень был неквалифицированный полиграфист, он бы не начал строчку с восклицательного знака. Городская газета не ударила в грязь лицом, и один из самых необычных выпусков «Червоного герныка» наутро благополучно вышел в свет. Ну, а что касается истории советской-китайской дружбы, то, увы, она продлилась недолго. Политические курсы двух стран вскоре серьезно разошлись. Тон газетных сообщений резко изменился. Друзья превратились в пекинских провокаторов. Китайцы покинули нашу страну. Тогда по-живому обрывались многие человеческие связи. Чья-то дружба, чья-то первая любовь. К концу 60-х от былой дружбы двух великих народов остались только воспоминания, да еще добротные китайские товары. Еще очень долго, практически в каждом доме верой и правдой служили вот такие, например, замечательные китайские термосы. Были еще надежные китайские карманные фонарики, красивые зонтики, диковинные веера, а уж китайским кедам таки вовсе практически не было сноса. 1 октября 1962 года Червоный Гернык написал об одном из самых громких криворожских судебных процессов. Процесс был открытым и проходил во Дворце культуры имени Фрунзе. На скамье подсудимых 10 криворожан. Как написано в газете, все они были верховодами подпольной группы сектантов-пятидесятников. Им в вину вменялась антиобщественная деятельность и незаконная организация молитвенных сборищ о дурманивании детей и молодежи. Уголовное дело рассматривала выездная сессия областного суда под председательством Юрия Бухтиярова. Государственное обвинение поддерживал помощник прокурора области Михаил Медрик. Живое участие в обвинении приняли все присутствующие. Царившую в зале атмосферу воспроизводят эти подзаголовки газет. Самый гуманный суд в мире вынес суровый приговор. На основании статьи 200-й части 1-й Уголовного кодекса ОССР пятеро подсудимых были лишены свободы на пять лет с конфискацией имущества и последующим пятилетним выселением. Еще пятеро получили три года колонии строгого режима. И еще из новостей 1962 года. К середине октября завершились уборочные работы. При выражении старшего поколения, конечно же, помнят, что в начале 60-х самой важной сельскохозяйственной культурой была кукуруза. Потому и главные новости были с кукурузных полей. Добросовестно потрудились комбайнеры совхоза «Веселой Терны» Григорий Высоцкий и Владимир Самохвалов. Свои дневные нормы они перевыполняли на 15-20%. О завершении сбора кукурузы рапортовали также механизаторы совхоза «Полтавка». И все бы ничего. Но кукурузная кампания закончилась бесславно. Херезмерное увлечение царицей полей ровно через год обернулось дефицитом хлеба. В разные периоды своей истории Криворожане, встречая гостей, прокладывали разные маршруты городских экскурсий. Ну, конечно, гостям показывали самое лучшее. Передовые предприятия, школы, больницы в начале 60-х гостей обязательно привозили сюда. При этом с гордостью говорили, посмотрите, это наша Криворожская Мацеста. Лечебное учреждение с прозаическим названием «Грязеводолечебница» журналисты не зря назвали Криворожской Мацестой. По комфорту и оздоровительному эффекту она практически не уступала лучшим курортным здравницам. Построенное по специальному проекту красивое здание, лучшее на то время специальное оборудование, профессиональный персонал и, наконец, главное – уникальные лечебные процедуры. Здесь отрабатывали свои методики специалисты Ялтинского института курортологии. Мы были единственные в области и вообще таких физполиклиник, как у нас, было всего по Союзу 31, а мы – одна единственная поликлиника в области, где на местах можно было все принять. Ванны примешь, грязи примешь, электролечения примешь, у нас даже был манипуляционный кабинет. Конечно, за 40 лет изменилось многое. И сравнение, увы, не в пользу нашего времени. В отделении нет горячей воды, а значит, нет и ванн. Совершенно логично, что грязи-речебница преобразована в физиотерапевтическое отделение. Но не все так уж плохо. Учитывая реалии сегодняшнего дня и общее состояние медицины, хорошо уже то, что сохранился коллектив. Выполняются основные электросветы и тепловые процедуры. И главное – лечение здесь абсолютно доступно для всех криворожан. Разговор с главным архитектором. В недалеком советском прошлом была такая любимая рубрика червоного герныка. Разговор был о том, каким будет наш город через 5, 10 или 15 лет. Архитекторы периодически менялись, и у каждого было свое видение перспективы. Ну а теперь, когда прошли уже все сроки, самое время выйти на улицы города и посмотреть, а что сбылось из тех давних проектов. В октябре 1959 года червоный гернык сообщил, что корресполком рассмотрел проектное задание на строительство двух современных микрорайонов на САЦ-городе. Смелый проект включал магазины, спортплощадки, школы, детские сады, быткомбинат и огромный кинотеатр. Из совсем необычного была предусмотрена принципиально новая система расположения дорог, при которой тротуары бы не пересекались с проезжей частью. Ну и само собой было обещано большое количество новых квартир. Обитатели Криворожских коммуналок и бараков с восхищением читали об отдельных квартирах с газом, водой, струйными шкафами и даже холодильниками. Воспринималось все как фантастика. Ну, собственно, таковым этот проект и оказался. Через шесть лет, в 1965-м, Совет Министра УССР утвердил генеральный план развития города. В 1971-м госстроем УССР был утвержден еще один проект районной планировки Кривбаса. Предполагалось, что к 1980-му году население города достигнет 800 тысяч, а к 2000-му преодолеет миллионную отметку. Ну, соответственно, расширятся и границы Кривого Рога. Город должен был выйти за вот эту скоростную магистраль и активно расстраиваться на необъятном пустыре на левом берегу Кресовского водохранилища. К началу третьего тысячелетия вот здесь должен был стоять город будущего. Но это была отдаленная перспектива. В середине 70-х из старого города центр переносили на САЦГОРОД. На большом пустыре предстояло построить целый комплекс. Большой дом советов, центральный телеграф и городской узел связи, пятиэтажный универмаг, первоклассную гостиницу, огромный ресторан, городской архив, кукольный театр, новый дворец культуры, большой дом быта и высотные жилые дома. В этот грандиозный архитектурный ансамбль должны были гармонично вписаться два уже построенных здания – цирк и корпус Горного института. На страницах «Червоного герныка» Криворожанам представили два проекта застройки нового центра. Вот это Киевский вариант и Криворожский. А в результате начали строительство по Харьковскому проекту. Ну что можно сказать по прошествии времени? Не все, но кое-что из этого проекта все-таки реализовалось. Положенный срок построили дом советов и узел связи. С большим опозданием, но все-таки достроили вот этот комплекс жилых домов, который горожане прозвали «Муравейником». Ну и, наконец, в 2000 году вместо запланированного огромного дворца культуры открыли дворец молодежи и студентов. Ну вот, собственно, и все. Хотя, учитывая все обстоятельства, не так уж и плохо. Ведь когда затевали это строительство, никто не мог предполагать, что в середине 80-х в стране начнется такая перестройка, которая от советской экономики камня на камне не оставит. Во второй половине 70-х советская власть еще была. А вот еда уже заканчивалась. Особенно напряженно в стране была с мясом. В те годы по этому поводу шутили. Советский народ идет к коммунизму такими семимильными шагами, что скотина просто за ним не успевает. Дело, как всегда, решили поправить директивами. В октябре 1976 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о мерах по дальнейшему увеличению производства, нет, не мяса, а рыбы и продукции из нее, а также улучшению условий их продажи. В Кривом Роге последствием этого постановления явилось открытие новых специализированных рыбных магазинов под названием «Океаны». А кроме этого, во всех, без исключения точках общепита, вывесили объявление о том, что отныне вторник и четверг будут рыбными днями. Почему выбор пал на эти дни недели, до сих пор непонятно. К середине осени завершались работы на дачах, возвращались с курортов последние отпускники. Портилась погода и стремительно сокращался световой день. Главным развлечением становилось телевидение. 20 лет тому назад малочисленные телеканалы еще не знали слова «рейтинг». Но если бы знали, то бесспорным лидером признали бы телесериал «Возвращение Будулая». В октябре 1986 года криворожане не только на остановках, но и на страницах городской газеты активно обсуждали достоинства и недостатки главного телешлягера 1986 года. Мнение криворожан разделились, и тем интереснее получилась дискуссия. Под таким заголовком публикуется хвалебная рецензия. «Фильм нужный, своевременный, побольше бы нам таких», — утверждает один читатель. «Где же правда?» — возражает другой. Медицинский работник Низин разбирает мелодраму с точки зрения практикующего врача. Мог или нет дойти Будулай в лютый мороз с черепно-мозговой травмой? Мог ли несколько месяцев оставаться неузнанным в районной поликлинике? Конечно, не мог. Так где же правда? Вывод — такое кино нам не нужно. Уважать нужно народ, и на экране отражать только правдоподобные жизненные ситуации. Но чем более тяжелыми становились реальные жизненные ситуации, тем охотнее народ смотрел сказочные киноистории. Пройдет буквально пару лет, и криворожане в бесконечно длинных очередях, в магазинах и на остановках будут горячо обсуждать злоключения уже не Будулая, а несчастной бразильской девушке Изауры. Латиноамериканские сериалы обогатят наш лексикон. Редкий медицинский диагноз амнезия станет доступным и понятным. А свои скромные дачные участки криворожане станут называть красивым словом фазенда. Столевары, шахтеры, строители. Их труду, их успехам журналисты посвящали статьи круглый год. Гораздо реже геройные репортажи становились представители нетитульных профессий. 7 октября 83-го года Червуный Гернык представил криворожского властелина звуков. Это был Виктор Константинович Егоров. Первый и на тот момент единственный в городе профессиональный звукорежиссер. С тех пор прошло почти четверть века. В городе уже немало специалистов по звуку, но суть совсем в другом. Биография Егорова – это воплощение истории, развитие профессии звукорежиссера. Виктор Константинович и сейчас работает. Вот здесь, рядышком, по улице Аненко, в радиоцентре. Вторая точка его биографии – городской театр. И совсем уже рядом по Карломарсе, буквально сотня метров, кинотеатр Ленина. Если все эти три точки соединить, получится треугольник. Виктор Константинович Егоров называет его собственным бермудским треугольником. Ну, в том смысле, что как попал сюда полвека назад, так до сих пор и не вышел. Первым местом работы был кинотеатр. Первой освоенной специальностью – помощник киномеханика. Маленький нюанс. На тот момент Виктору Егорову было всего-то 15 лет. Правда, поступая на работу, это обстоятельства он благоразумно скрыл. Признался только через год, когда получил паспорт. Администрация, конечно, ахнула. Но деваться было некуда. Работникам Егоров оказался отменным. А в 18 он уже дебютировал в новой профессии. По приглашению главного режиссера городского театра полностью отзвучил новый спектакль – «Кремлевские куранты». Спектакль был непростой, идеологически важный. Внимание к нему со стороны принимающих было самое пристальное. Но к работе молодого техника-радиста замечаний не было. В середине 60-х, когда в театре затеяли реконструкцию, именно Егоров настоял на полном переоснащении зала современной звуковой аппаратурой. Распределив динамики по всему залу, он с помощью простого микшерного пульта добивался настоящего стереоэффекта. Восхищались не только зрители. Телережиссер Андреев о работе Егорова прямо сказал. Место такому редкому специалисту не в театре, а на телевидении. У меня лошади бегали по залу. Может, у нас затмение, там лошади приближались, тут лошади скачут, по залу уходят туда, потом проходят по всему залу. А потом, когда она теряет сознание, она теряет сознание, у меня лошади бегали круг, лошади по залу. Вот почему Андреев сказал, что тебе не место в театре, ты должен работать у нас на телевидении. Его ошарашил этот звук. Виктор Константинович сделал окончательный выбор. Закончил учебные курсы на Кировоградском телевидении, получил квалификацию звукорежиссера и стал работать на Криворожском радио. Кроме этого, как единственный в городе профессионал, он озвучивал все общегородские торжества, в том числе и такое памятное грандиозное мероприятие, как празднование 200-летия Кривого Рога. Ответственность тогда была огромная, ведь праздник со стадиона «Металлург» транслировали на всю страну. А этот знак отличия «Никто не забыт, ничто не забыто» Виктор Константинович получил за музыкальное оформление памятников мемориалов. А он их озвучил немало. Работал не только в Кривом Роге, но и в близлежащих районах. И если кто думает, что работа эта не такая сложная, заблуждается или просто не знает реалий того времени. В качестве примера приведем небольшую, но показательную историю о том, как создавалось музыкальное оформление праздничного факельного шествия у монумента «Победа». Учитывая ответственность мероприятия, Виктор Константинович на утвержденный текст записал целых три варианта музыкального сопровождения. Окончательный должна была выбрать высокая комиссия во главе с первым секретарем горкома партии. Я включаю, он прослушал. Это все, а он уже знает. Я говорю, нет, не все. Первый вариант молчит. Второй вариант. Прослушали он. Так, ну что, третий будем слухать? Я говорю, конечно, я третий вариант даю. Задаю вопрос. Говорю, Валерий Степанович, какой из этих трех вариантов пойдет вам, подойдет лучше на монумент. Пауза. Думаю, ну какой же, сейчас какой-то скажет, и все, у меня всего не тут записано. Значит так. Будешь работать четвертый. Я говорю, как? В Днепро ехать опять? Будешь четвертый. Я говорю, как? Так, Григорий Степанович, вот ты с первого вот этого возьмешь, со второго вот этого, а с третьего. Я говорю, там разная музыка, не совпадет. Там тихо. Зубьи взробить три, взробишь. На празднике, конечно же, прозвучал четвертый вариант. И только много позже Виктор Константинович смог узнать истинную причину такого решения партийного начальства. Я говорю, Григорий Степанович, признайтесь, вы помните тот вариант, когда вы первый раз мою работу слушали? Почему вы заставили меня делать? Откровенный разговор. Я говорю, и оно мне не понравилось. Я делал, там были лучшие варианты. Он на меня посмотрел и говорит, я тебе скажу правду. Ты сделал три варианта. И ты знал, какой лучше. Я говорю, да, знал. Ты знал, ты же мне не сказал. А ты сказал, выбирай. А если бы я не угадал, ты подумал, Баша, я дурак. Я тебя заставил делать четвертый. И потом, сколько он мне не давал поручений, я спрашиваю, кто будет там уже быть? Егоров. Все в порядке. Не проверял никогда, доверял полностью. В начале 80-х в Кривом Роге на улице Аненко начали строить современный радиодом. Егоров стоял у истоков его создания. Работал здесь наравне со строителями. Именно его стараниями была создана лучшая на тот момент в области звуковая концертная студия. Первая радиопередача состоялась 25 декабря 1984 года. И вот с тех пор и по сей день каждое утро для Виктора Константиновича начинается с этих коридоров и с привычных радиопозывных. Сегодня он работает здесь инженером. Рядом с ним молодые коллеги. Они колдуют над звуками уже с помощью компьютера. Ушли в прошлое громоздкие пульты и катушечные магнитофоны. Профессия звукорежиссера стала совсем иной. Специалистов этого дела в городе уже немало. Но пальма первенства, как ни крути, а все-таки принадлежит ему, Виктору Константиновичу Егорову. Ну и совсем напоследок остается добавить несколько фактов подчеркнутых из старых подшивок червоного герныка в выпусках за октябрь. В октябре 1951 года червоный гернык сообщил криворожанам о результатах последних исследований НИИ биологии Харьковского университета. Целью исследований были долгожители. Украинские ученые составили карту долголетия, которая показывает географическое распределение и возраст долгожителей. Наш город оказался на высоте. В 1951 году именно в Кривом Роге проживала самая старая женщина Днепропетровской области. 118-летняя Фекла Антоновна Зубова. Ненамного младше ее другая криворожанка – 115-летняя Марфа Ивановна Бовкун. В Кривом Роге же проживала и самая солидная супружеская пара – семья Едесалевых. Им на двоих было почти 200 лет. Мужу 101 год, а жене 97. 7 октября 1954 года Криворожский горисполком принял решение об установлении административной ответственности за нарушение общественного порядка. К таковым отнесли шум, громкое пение и игру на музыкальных инструментах после полуночи, появление в общественных местах в нетрезвом виде, а также организацию азартных игр, гаданий на улицах и рынках города. В качестве наказания предполагался штраф 100 рублей или справительные работы сроком до одного месяца. Криворожской милиции было предоставлено право штрафовать на месте мелких нарушителей на 3 рубля с обязательной выдачей штрафного талона. Превратим наш город в сад. Вот по таким девизам в 1963 году благоустраивались улицы и дворы Кривого Рога. Итоги подвели в начале октября. Лучшие результаты показали жители станции Долгинцево – Абельмассов, Правосудько, Михайлов, Булай и Шевченко. Их дома номер 3436 удостоены почетного звания «Дом коммунистического быта». На протяжении многих лет, вплоть до развала Советского Союза, главным событием культурной жизни города в начале октября становились традиционные фестивали симфонической музыки. В гостях у Криворожан – Днепропетровский симфонический оркестр под руководством Гургена Карапетяна. В начале октября 1991 года, после долгой реконструкции, наконец, открылась площадь Горького. Построен самый большой в городе подземный переход. Возобновила работу одна из важных транспортных развязок. Вот таким был октябрь в разные годы Криворожской истории. Но о том, что случилось дальше, в следующей главе городского романа. Не пропустите ее, ведь продолжение следует. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ